Добрый день, меня зовут Елена Мозрист, я косметолог компании Джиреле и сегодня я хочу вам представить солнцезащитный крем для лица со SPF 35 нашей серии Four Season, ее новой линеечки летний уход. На данный момент в нашей необычной сейчас такой ситуации, это пожалуй вообще самый главный будет крем, абсолютно необходимый, все мы каждому, почему вот мы говорили о витамине Д в нашей общей такой части, дело все в том, что мы больше находимся сейчас дома, меньше находимся сейчас на улице, если раньше мы постепенно, вот увеличивалось количество солнышка, мы постепенно к нему привыкали, постепенно вырабатывался, вот как наша внутренняя защита, это загар, мы постепенно, мы защищались аккуратненько так, то сейчас получается мы вот выходим внезапно на солнце, которое уже достаточно активно, с уже достаточно высоким показателем, индекс ультрафиоли это уже достаточно высок, мало того, на большей части из нас надеты маски, вот, потому что хотя и говорят о том, что маска на улице не нужна, маска на улице безусловно не нужна, если соблюдается дистанция, но если мы уже вышли, ехали в лифте и где-то заходили, то, ну, вы понимаете, не снимайте в карман ее, положите маски нынче в дефиците. Значит, и мы, у нас открыта вот эта верхняя часть, и я вам хочу сказать, что, к сожалению, если не пользоваться сейчас защитой от солнца, то очень многие просто действительно расцветут пигментными пятнами, которых вообще не хотели, не ожидали и которые в других условиях даже так бы не произошло, вот, поэтому защищаемся от солнца, ну, и в любом случае это абсолютно необходимо, вот, вот, опять-таки, это то средство, это как с витамин D, кремом для лица с защитой от солнца, не спорит вообще никто с его необходимостью. К счастью, уже действительно это понимание очень становится очень широко, потому что я, опять-таки, по вопросам на суппорт я вижу как раз большой интерес, я вижу прекрасное понимание наших консультантов, на то они и консультанты, вот, и поэтому хочу еще раз сказать, что вот это вообще сейчас один из, они все важны, но это сейчас один из самых важных и самых необходимых кремов. СБФ-35, защита от лучей типа А, от лучей типа Б и, я скажу дальше, то есть тут, 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 тут для лица перекрыто вообще все. В общей части мы говорили, какие фильтры здесь, комбинация фильтров, это как раз вот Ювенолизи, Тиносорб и Каваскринцинг, то есть мы закрываем спектр Б, мы закрываем весь спектр А, включая длинные лучи, мы закрываем примыкающий к нему сине-фиолетовый видимого света спектр, и мы закрываем инфракрасные лучи, то есть мощнейшая, прекрасная, надежная, фотостабильная, с фильтрами от очень хороших, известных мировых производителей, вот такой вот крем. Кроме того, он, то, что он защищает от солнца, то, что он защищает там от солнечных ожогов, от гиперпигментации, от фотостарения, кроме того, этот крем создан, он обеспечивает вот прекрасный, качественный, полноценный базовый уход. Базовый не значит, что простенький, базовый говорит о том, что он закрывает основные потребности кожи. То есть он не является средством антиакне, он не является средством антиэйдж, допустим, но вот базовые все потребности кожи в увлажнении, восстановлении, в защите, в улучшении эластичности тонуса, разглаживании мелких морщинок, он со всем этим великолепно справляется. То есть, если вы хотите, вы можете под этот крем еще раньше нанести какой-то свой крем специального ухода. Вместе с тем, вы можете использовать его уже как дневной крем, потому что жирю базовые потребности кожи он, безусловно, закроет. На него можно наносить макияж, он является хорошей основой под макияж. Помним о том, что при нанесении, если у вас, допустим, тональный крем тоже с защитой от солнца, тоже с SPF, то эти значения SPF не суммируются, а оно определяется по показателю средства с самым высоким показателем. То есть, если вы взяли крем SPF 35, а ваш тональный крем, допустим, 20, то это не будет 55, это будет надежное, хорошее 35. Значит, и вот защита от солнца и хороший восстанавливающий, увлажняющий, закрывающий базовые потребности уход. Покажу, я показывала это на одном из вебинаров, покажу здесь, чтобы оно уже было вот в одном месте. Вы когда будете смотреть состав, вы не увидите там написанного Тиносорпем или Каваскринцинг, потому что, как положено, мы пишем ингредиенты, вот в номенклатуре в инке мы пишем. Я выделила, как вы видите, записывается всеми составляющими, а фильтры это комплексные. Вот, Ювенол из зелененький, Тиносорпем голубенький и Каваскринцинг фиолетовенький. Вот, то есть, в любом случае, если у вас спросят, либо для себя вы увидите о том, видите вот эти фильтры, присутствующие в Тиносорпе, Ювенол, это их торговое название. Вот, но если хотите что-то посмотреть, допустим, там же в интернете, вы можете хоть по торговому названию, хоть по названию рынка. Что обеспечивает вот этот вот базовый уход? Очень хорошие компоненты, очень красивые компоненты, красивые в плане вот их, вот для меня, как для косметолога, и для вас, безусловно, тоже, очень современные, хорошие, качественные. Это, во-первых, гидролизованная гиалуроновая кислота, низкомолекулярная, глубоко проникающая, вместе с тем и поверхностный, и более глубокий уход, и вот это вот выталкивание морщинок, хорошо увлажненной кожей, и, кроме, вот, действительно, такое вот качественное очень увлажнение, и на омолаживание, и особенно, когда это касается тонкой, сухой кожи, вот с мелкими морщинками, действительно, вот эта низкомолекулярная гиалуронка, она действительно помогает морщинке просто вот вытолкнуть, разгладить, да, в тонкие линии морщинки. Это нечастый гость, но прекраснейший компонент – это экстракт арбуза. Совершенно понятно, вот как вы его себе представляете, да, таким вот сочным, влажным и так далее. Вот точно так же он работает, экстракты в коже, он очень хорошо увлажняет, он очень качественно увлажняет, он является источником большого количества антиоксидантов. Мы помним, да, что влияние солнца – это еще и окислительный стресс, это вот, в принципе, там много стрессов от солнца, но это как раз вот и в том числе и окислительный стресс. Тут антиоксидантное прекрасное воздействие, и вот это вот действительно увлажненность, сияние кожи. И реально, действительно, вот в прямом смысле драгоценное, очень легкое масло сансако. Это камелия, японская камелия сансако. Совершенно уникальный состав у этого масла. Оно очень легкое, оно очень приятное, оно подходит действительно для любого типа кожи, очень приятное, очень освежает. Вот это вот внутреннее действительно сияние, потому что вы же знаете, да, что иногда вот вроде бы солнце, вроде бы загорает, а лицо становится тусклым, лицо становится шероховатым, и тогда здесь вот придает вот этой наполненности, сияния и увлажненности. И масло содержит тоже большое количество, оно тоже владеет хорошим антиоксидантным воздействием, и защищает, кроме того, вообще вот у него есть свои еще защитные свойства, минимизирует вред солнечных лучей и перепада вот температур. То есть такие вот очень красивые, очень современные, очень действенные, понимаете, получается, что есть уже фильтры, да, добавлять 85 компонентов, перегружать это все летом на солнце, на жаре, поэтому вот как раз таких ухаживающих компонентов, их не 83, но они выбраны очень правильно и выбраны очень такие вот современные, актуальные, качественные. И такой вот подводя общий итог, выделяем те преимущества, которые свойственны этому крему для лица. Я надеюсь, что в необходимости его, особенно нам, особенно сейчас, а вообще-то и всегда, и всем, и я вас убедила. Значит, что касается вот таких самых, самых главных преимуществ, конечно же, в первую очередь, это опять-таки фильтры. Фильтры, фильтры, я сегодня вот только и говорю, да, фильтры. Комплексные, фотостабильные, безопасные, хороших производителей, Германия и Франция, известных производителей. Так, комбинация фильтров, которая подобрана таким образом, что обеспечивает максимально полную защиту и минимальную возможность аллергических реакций. Потому что, не знаю, знаете ли вы, но дело в том, что вот фильтры ультрафиолетовые более ранних поколений, которые вносились в большом количестве, то как раз вот основная к ним претензия была, что давали аллергические реакции. Сейчас современные вот эти, современные такие качественные фильтры, уже очень большая эволюция фильтров была проделана за последние годы и как раз введен к минимуму вообще риск каких-либо негативных реакций. Это то, что крем работает еще и как прекрасный ежедневный базовый уход обеспечивает, закрывает вот эти все потребности кожи. И это вот по как раз классификации, вот как раз по масловской, это сверхвысокая, продолжительная защита от ультрафиолетовых лучей, УВА, в том числе УВА, Лонг, УВБ, инфракрасные и фиолетово-голубой спектр видимого света. Крем не содержит минерального масла, за счет этого он действительно очень комфортен в использовании. Не содержит искусственных красителей и законсервирован зеленым консервантом, который сертифицирован Экоцерт. Имеет сертификат Экоцерт. Что касается инструкции по применению, это то, что наносится, я уже говорила, не меньше чем за 15 минут до выхода на улицу, повторно наносится каждые 2 часа пребывания на солнце. То есть если вы дошли до магазина, час были в магазине, то время в магазине можно не суммировать, потому что фильтры инактивируются именно под воздействием солнечных лучей. Ну и плюс, безусловно, лето жарко, если лицо потеет где-то, но сейчас мы все уже научились, я думаю, не прикасаться к лицу. Прекрасная привычка, которая очень хороша, особенно для тех, кто страдает акне, это вообще просто гениальная привычка, не трогать лицо руками никогда. Но тем не менее, то, что касается, поэтому основная рекомендация 2 часа, в достаточном, конечно же, количестве. И не забывать о том, что защита от ультрафиолета нужна и в пасмурную погоду, поэтому сверяемся в телефоне по индексу ультрафиолетовых лучей и используем, а не просто смотрим за окно, ага, сегодня пучки на небе, можно не пользоваться, пользуемся все время, все лето, хорошо защищаемся. И самое главное, еще раз напомню, это как раз вот проблема, когда в дневных ухаживающих кремах вот высокий SPF, допустим, а им пользуются привычно, как дневным кремом, забывая, и с солнцезащитными то же самое на самом деле происходит. Вот, значит, не забывайте о том, что наносится и на веки, аккуратненько, мягонько, вот, и не забывайте, если у вас прическа, которая открывает уши, то, соответственно, наносить и на уши, потому что вот верх ушей это как раз то место, особенно у мужчин, кстати, которое тоже очень сгорает. Вот, это то, что я хотела вам рассказать, представив крем, и надеюсь, что я убедила в его необходимости, в его действительно надежности, в высоком качестве, поэтому для использования абсолютно всеми и рассказать всем знакомым и незнакомым тоже в том числе. Рекомендуйте, пожалуйста, этот крем. Вот, и результаты, эффект будет тот, которого вы ожидаете. Всего доброго, до свидания.